Да здравствует король! Мощный, стильный и недорогой смартфон Realme GT Neo 6 SE готов ворваться на рынок. Аппарат получил ультра-тонкий корпус, изящный дизайн, сверхяркий изогнутый 1.5К OLED-экран, новейший процессор Snapdragon 7 Plus Gen 3, защиту по стандарту IP65 и все это за 235 баксов. Всех приветствую, друзья! Вы на канале Fenshop. Полезный и не очень. Соперничество двух гигантов смартфона строения Realme Xiaomi переходит в новую фазу. На днях в Китае был представлен новейший смартфон Realme GT Neo 6 SE. Прямой конкурент представленного днем ранее Redmi Turbo 3. Если Redmi предлагает топовые характеристики по цене су-флагмана, то наш сегодняшний герой может похвастаться параметрами ничуть не хуже, а во многих аспектах даже лучше, при гораздо меньшей цене. Ну что, пора знакомиться с ним? Лайк, подписка на канал за старания и приступим! Начну, пожалуй, с позиционирования. Аппарат занимает узкую прослойку смартфонов, которые предлагают топовые характеристики за небольшие деньги. И на рынке их можно пересчитать по пальцам. Габариты смартфона следующие. 162 мм в высоту, 75 мм в ширину, при толщине 8,65 мм. Материалы корпуса пластик и стекло. За счет этого аппарат весит всего 191 грамм. Текстура задней поверхности крышки матовая, с нанесением нано-зеркального покрытия. За счет этого смартфон выглядит очень эффектно и не оставляет отпечатки пальцев. Realme GT Neo 6 SE оборудован в современной 6,78-дюймовой OLED LTPO панелью разрешением 1,5к. 2780 на 1264 пикселя, с адаптивной частотой кадров до 120 Гц. Плотность пикселей 450 ppi. Матрица 10-битная, с высоким 100% цветовым охватом DCI-P3. Экран получил рекордную пиковую яркость в 6000 нит. Это максимум в отрасли на сегодняшний день. Правда, она включается в определенных сценариях и в HDR контенте. Стандартная максимальная яркость 1600 нит, а в ручном управлении она ограничена в 1000 нит. Частота дискретизации невероятно высокая, 2500 Гц. За счет этого игровой процесс превращается в одно удовольствие, даже при длительных игровых сессиях. Экран выглядит очень эффектно, благодаря скругленной матрице, а рамки практически отсутствуют. Размеры их всего 1,36 мм, а подбородок всего 1,9 мм. Соотношение экрана корпуса составило 94,2%. Стоит отметить прочное закаленное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2 поколения, благодаря которому смартфон не боится царапин, а также поддержку международной сертификации TOEF RERNOLD. Она гарантирует комфортное времяпрепровождение для ваших глаз. Матрица поддерживает высокую ШИМ регулировку в 2160 Гц, благодаря чему смартфоном безопасно пользоваться на любой яркости. В общем и целом экран здесь великолепен и достоин всяческих похвал. Друзья, если вы хотите оперативно получать свежие новости о новинках, подписывайтесь на мой одноименный телеграм-канал. Там я каждый день публикую огромнейшее количество новостей и горячие предложения от Алиэкспресс по самым выгодным ценам. Переходите, ссылочка внизу в описании. Построен смартфон на базе новейшего восьмиядерного производительного процессора Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, изготовленного по 4-нанометровому техпроцессору. Он состоит из одного суперядра Cortex-X4 с частотой 2800 МГц, четырех производительных ядер Cortex-A720 с частотой 2600 МГц и трех энергоэффективных ядер Cortex-A520, работающих на частоте 1900 МГц. За графику отвечает процессор Adreno 730, работающий на частоте 818 МГц. В связке с 8, 12, либо 16 ГБ скоростной оперативной памятью типа LPDDR5X, работающий на частоте 4200 МГц. Физической памяти у нас 256, либо 512 ГБ формата UFS 4.0. Процессор остужается огромной системой охлаждения IceCore с испарительной камерой. Все это великолепие прекрасно себя показывает в играх и сложных графических сценариях. Аппарат выбивает внушительный 1 507 256 баллов в бенчмарке Antutu 10, что практически сравнимо с уровнем Snapdragon 8s Gen 3 и прошлогодним флагманом Snapdragon 8 Gen 2. При этом теплопакет у него гораздо ниже, а значит он меньше будет греться и потреблять энергию, что в свою очередь выливается в довольно энергоэффективное решение. Смартфон идеально себя показывает в длительных игровых сессиях, при этом практически не сбрасывая частоты, выдавая стабильный FPS. Отчасти это реализуется благодаря новой технологии ускорения и оптимизации игр GTMOD 5.0. Это грамотное планирование тяжелых графических задач за счет подключения ресурсов ИИ. Realme GT Neo 6 SE поддерживает и новомодные трендовые функции искусственного интеллекта со всем базовым набором. Будь то перевод текста на разные языки, создание уникальных статей, дорисовка либо удаление разных объектов на фотографии и множество других. Аппарат поддерживает и инновационные управления жестами. С помощью взмахов ладони можно переключать треки, отвечать на телефонные звонки и совершать множество привычных действий. Переходим к фото-видео возможностям. Смартфон оборудован основным модулем на два сенсора и двойной светодиодной вспышкой. Главный сенсор 50-мегапиксельный Sony IMX882 размером 1,1,9 дюймов с оптической стабилизацией изображения и апертурой f1.9. Может писать видео до 4К при 60 кадрах в секунду, а также режим slow motion в 1080p при 120 кадрах. Второй сенсор 8-мегапиксельный сверхширик Sony IMX355 с апертурой f2.2 и углом обзора в 112 градусов. Селфи-камера на 32 мегапикселя Sony IMX615 с апертурой f2.4 и фокусным расстоянием 25 мм. Способна записывать видео до 4К при 30 кадрах в секунду. У смартфона отличная автономность за счет энергоэффективного процессора и довольно большого аккумулятора в 5500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт. Аппарат способен зарядиться до 50% всего за 12 минут, а полный цикл с 0 до 100% занимает приблизительно 25 минут. Realme GT Neo 6 SE получил инновационную систему расположения антенн Matrix 2.0, которая расположилась по всему корпусу устройства. Благодаря этому сигнал беспрепятственно улавливается в любых сценариях использования. Также стоит отметить отличные вибромоторчики, быстрый оптический сканер отпечатка пальцев расположенный в экране, который кстати срабатывает мгновенно, двойные мощнейшие стереодинамики с Hi-Res Audio, наличие Wi-Fi 6E, инфракрасного порта, модуля NFC и Bluetooth 5.4. Ну и куда же без пыли-влагозащиты по стандарту IP65. Работает наш сегодняшний герой на базе Android 14 под управлением фирменной оболочки Realme UI 5.0 из коробки. Смартфон будет продаваться в двух цветовых вариантах, зеленом и серебристом. Цены следующие. За базовую конфигурацию с 8 гигабайтами оперативной и 256 гигабайтами постоянной памяти просят 235 долларов. За 12 256 гигабайт 276 долларов, 16 256 300 долларов и за максимальную топовую версию на 16 512 гигабайт придется отдать всего 345 баксов. Продажи в Поднебесной стартуют уже 17 апреля. Но уже сейчас можно заказать его на Алиэкспресс. Ну как вам, друзья, новый топ за свои деньги? По мне, так это один из лучших девайсов на рынке на сегодняшний день. Что думаете, друзья? Пишите свое мнение. С вас лайк, с меня контент. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok